Приветствую! ВЛК нарушает права человека. Тоже мне новость, скажете вы, а кто этого не знает? Конечно, это знаете вы, это знаю я, но вот что интересно, теперь об этом говорит уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Дмитрий Лубинец, который занимает эту должность, опубликовал в своих информационных каналах данные о том, что они проверяли деятельность ВЛК и пришли к выводу о том, что ВЛК нарушают права человека. Давайте сейчас подробнее ознакомимся с этой публикацией и сделаем для себя некоторые выводы. Наш офис совершил мониторинг 100% ВЛК. Такую публикацию сделал амбудсман Дмитрий Лубинец. И вот давайте посмотрим, что же они здесь интересного пишут. До нашей институции регулярно звертались заявники, которые заявили про более десяток обурливых порушений прав, связанных с работой ВЛК. Так, в предпочатку 23-го урока уже надешло 1093 зверненья. 1093 зверненья. А вот давайте подумаем, это большая цифра? Нет, на мой взгляд, эта цифра маленькая. И эта цифра показывает нам то, о чем я говорил много раз. Люди настолько не верят в систему, что не подают жалобы. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что тысяча жалоб в стране, где идет мобилизация, за 9 месяцев этой мобилизации, тысяча жалоб это капля в море. Да, потому что мы знаем, сколько есть нарушений ВЛК. Мы постоянно это видим в СМИ, мы общаемся со своими знакомыми, ну а я еще общаюсь со своими подписчиками, которые обращаются с соответствующими проблемами. И мы прекрасно понимаем, что масштабы проблемы гораздо больше. Но жалоб очень мало. Поэтому вот здесь я хочу людей призвать к тому, что если вы сталкиваетесь с нарушением своих прав, пишите жалобы во все инстанции. Чем больше будет жалоб, ну как мне кажется, тем больше шансов вообще сдвинуть это все с мертвой точки. Идем дальше. Что они еще здесь пишут интересного? Ну, здесь они пишут, что мы еще с 22 года мониторинг осуществляем и как бы выявляем правонарушение. При этом они указывают, что проверяют ВЛК, ТЦК, госпитальные гарнизонные ВЛК и ВЛК гражданских лечебных учреждений. То есть они все ВЛК проверяют. И вот смотрим, какие результаты у них проверки. Нет, какие объемы проверки сделали. 833 выездных и безвыездных документальных мониторингов, что составляет 100%. Кстати, интересно, они тут ничего не нарушили, никакой тайны. Вот, поскольку информация о том, сколько в стране ВЛК, ну тоже, мне кажется, такая ограниченная должна быть. Хотя, не факт, могу ошибаться. Вот мы видим, что осуществили мониторинг работы 445 ВЛК, ТЦК и СП, 388 остальных ВЛК. И что здесь они нашли его, да? Какой вывод, во-первых, делают, да? Ну, кстати, интересно, что они не пишут о проблемах, которые касаются соблюдения прав человека, но не пишут прямо о том, что это нарушение прав человека, да? Вот какая игра словами. И здесь вот они указывают на то, какие они проблемы выявили. Нет реестра военнообязанных, в котором вся обистория болезни была. Ну, это такое, да, реестр сейчас делается. А вот это вообще класс. Вот это вообще класс. Формальность у проходжения ВЛК. Скоргие немая придатный. Вы вдумайтесь, вы вдумайтесь. Через полтора года мы все-таки пришли к тому, о чем люди писали, кричали массово и постоянно. Что ВЛК очень часто проходит чисто формально. Никто человека не осматривает, никто человека не обследует. А если человек там сказал, что у него нет скарг, а может даже не успел сказать, да, потому что мы же знаем, что молчание тоже знак согласия, он становится пригодным к воинской службе. Это то, что много раз люди мне говорили, много раз писали об этом и публично об этом говорили. И вот теперь, вдумайтесь, уполномоченный по правам человека об этом говорит. Да, ему понадобилось полтора года. Но я вот, знаете, я здесь оптимист. Я здесь оптимист. Наверное, там может, знаете, еще через полтора года уполномоченный уже не только мониторить, а действовать даже начнет, реально начнет защищать права человека, да. Пока только вот мы тут говорим, но как минимум мы на официальном уровне начали говорить. И меня радует то, что в этой ситуации говорят уже о реальных проблемах. Помните, летом у нас тоже вот это пошла история про то, что ТЦК, ЕСП, ой-ой-ой, какие они нехорошие. Но история шла об одном, о коррупции. И президент там, и РНБО говорит, все, коррупция, коррупция, ТЦК, ЕСП, ВЛК, мы будем с этим бороться. А про операцию Бусик, про то, что ВЛК проходит с нарушением всех правил, никто ничего не говорил, да, как будто этой проблемы не было. А теперь они об этом заговорили. И, ну, здесь, что можно сказать? Как минимум уже сдвинулось все с мертвой точки. Коррупциино-складова, но это мы и так знали. Недотримание электронной черги, но это понятно, это не касается того, что происходит в ТЦК. Кто был в ТЦК, тот знает, какая там электронная черга, да, и сколько часов нужно отстоять на улице, прежде чем зайти туда. Ну, конечно, это не во всех, да, и там, наверное, больше в крупных городах такая проблема. Что они дальше пишут? Дальше здесь, вот в этом абзаце, они рассказывают, какую работу они будут в дальнейшем делать, там, разрабатывать нормативно-правовые акты и прочее. Но, почитайте, не будем заострять внимание. И, главное, нам обещают продолжить реагировать на звернение граждан, та працювати, мамо, над тем, аби права військовослужбовців не були порушені. Давайте им в этом поможем. Давайте им в этом поможем. Давайте будем отправлять жалобы уполномоченному по правам человека. В описании к данному видео я оставлю ссылочку на все контактные данные, через которые вы можете подать жалобу уполномоченному по правам человека. И я считаю, что вы должны это сделать, поскольку, во-первых, от вас не требуется никаких денежных затрат. То есть там вы можете позвонить по телефону, подать жалобу, написать ее в произвольной форме. То есть не нужно вот этот мой призыв расценивать как то, что я там ищу себе клиента и говорю, давай, 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 я напишу тебе жалобу. Это не нужно. В данной ситуации юрист вам не нужен. Вы можете самостоятельно написать эту жалобу в произвольной форме, описать то, с чем вы не согласны, и отправить ее в ее уполномоченному по правам человека. Зачем это делать? Чем больше жалоб, чем больше общественный резонанс, тем больше шансов на то, что дело сдвинется с мертвой точки и начнутся соблюдать права человека. Ну, они и так там, да, частично соблюдаются, но нам бы хотелось, чтобы достичь абсолюта, чтобы права всех людей соблюдались, когда человек попадает в ТЦК и СП, когда он попадает на ВЛК. И ведь это же не только история про права человека, это же история про обороноспособность государства. Потому что, если мы призываем больного человека, мы на самом деле подрываем обороноспособность государства, потому что, ну, какой толк от человека, который не сможет выполнять боевые задания? Зачем он? Зачем его трогать вообще? Ведь там должны быть, ну, те люди, которые физически могут выполнить задания, которые перед ними стоят. И, соответственно, на мой взгляд, вот чем больше жалоб во все органы, тем больше шансов на то, что, ну, дело как-то сдвинется с мертвой точки, начнут привлекать, наконец-то, людей, виновных в нарушении прав человека во время призыва в связи с мобилизацией Украины. Поэтому подавайте жалобы в произвольной форме. Подчеркиваю, не нужно обращаться к адвокату, не нужно платить деньги за составление жалобы. Просто в произвольной форме опишите, с чем вы не согласны, в чем было нарушение, и отправьте эту жалобу по тем емайлам, которые указаны на сайте уполномоченного по правам человека. Ну, и также есть ДБР, есть ВСП, они точно так же в дистанционном формате принимают ваше обращение. Делайте это, пользуйтесь этим, и будем надеяться, что это действительно что-то изменит. На этом у меня все. Если вы считаете данное видео полезным, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал, там гораздо больше информации, чем на YouTube. Также там можно задать мне вопросы в комментариях. Ссылочка на Telegram-канал есть в описании к данному видео. Ну, а я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.